Музыка Ну, начнем с чего? Я хотел бы хотя бы троих спросить из вас, кто-нибудь может объяснить, кто такой гений вообще и чем он отличается от других. Есть такие желающие? Ну, хотя бы троих, чтобы время много не тратить, ну или двоих. А потом я расскажу. Кое-что тоже добавлю, может. Или вы уже... Нет, никто не хочет. У всех же разные мнения. Окей, гугл. Так, хорошо, да. Ну, у каждого есть свое мнение, все стесняются сказать. Но скажу мнение, ну так скажем, принятое большинством философов как догму. Дело в том, что талантливый человек, вот есть разница, талантливый человек и гений, да. Талантливый человек это тот, который в рамках определенных правил, ну, допустим, вот академической школе, допустим, я в институте учился, ну, можно представить, что, ну, я был лучшим студентом, у меня были лучшие работы. Вот, можно сказать, про такой человек он талантливый. А есть люди-гении. Это те, которые нарушают установленные правила, хотя это не значит, что они, ну, никак не соотносятся с каким-то академическим направлением. Ну, допустим, пример такой хороший для начала. Вы знаете все Моцарта, Вольфганга, Амадея Моцарта. Вот, так вот, когда такой известный случай, просто интересный, когда он показал Сальери одну пьесу, очень сложную, Сальери сказал, друг, ее же невозможно сыграть. Там одновременно нужно играть с одной стороны пианино, с другой, а еще и посередине брать ноты при этом. Понимаете? Как так это? Вот. И даже если ты будешь говорить ногой играть, ты ее не сыграешь. Он говорит, да, взял, на пианино начал играть и носом сыграл ту партию, которая, ну, нужна была в его произведении. То есть, как-то нарушил какие-то правила, да? Это не значит, что он не получил хорошего образования, хорошей школы у него не было. Ну, вообще, это интересно узнать вообще, кто такой был Моцарт. Потому что гениями становятся, гениями не рождаются. Вот. И такой тоже есть момент. Понятно, что Моцарт, он вырос в семье композитора, причем очень хорошего, Леопольд Моцарт был его отец. Он был капельмейстером, то есть управлял оркестром, хором, при каком-то там, не помню, как зовут, архиепископе. То есть это тоже так чего-то стоит. И вот родители заметили, что он в три года садился, очень любил за клавесин, ну, как, типа пианино. Вот. И любил играть и повторять даже те отрывки, которые играла его сестра. Вот. И в три года, конечно, мало кто мог хотя бы что-то повторить. А вот он сидел целыми часами, уперто, и пробовал. И, конечно, это родители заметили, и начали развивать его талант. Вот. Развивать. Без этого, конечно, Моцарта бы не было. Без развития. Потом интересный момент, как его карьера шла. Отец его, ну, хотел ему хорошее будущее, как и любой папа. У них, кстати, были очень хорошие отношения. Вот. И повез его в Вену показывать тамошним вельможам и богатым людям вот такое дарование. Ну, он показывал их вдвоем с сестрой. И они играли в четыре руки. Моцарт, будучи четыре года, завязывал себе глаза. Играл с закрытыми глазами на пианино, который был закрыт тряпочкой. То есть, ну, всем это нравилось, конечно. В четыре года, представляете, кто-нибудь сложное произведение сможет сыграть? Ну, конечно, никто не сможет. И поэтому, конечно, Моцарт такой единственный человек в своем роде, который в 14 лет стал академиком. Болонская академия нарушила свои традиции, что в 26 лет, только с 26 лет мог молодой человек иметь право называться академиком. Ему в 14 лет дали уже академика. После этих слов он заявил, «Папа, ну вот я стал теперь академиком, можно я на полчаса погулять выйду?» Поэтому он такой интересный. И его вот, ну, в хорошем смысле упёртость, она в чём проявлялась? Вот, допустим, когда он изучал математику, чтобы вам тоже было яснее, понятнее, он мог, взяв мел, ну, начав какие-то вычисления, ну, не останавливаясь на протяжении нескольких часов этим заниматься, пол был усыпан, на стенах, на потолке, он просто не прекращал это, понимаете? Нормальный ребёнок, вот как сейчас психолог, 15 минут отсидел, всё, не может ничего больше сделать, концентрации внимания нет. Поэтому, конечно, трудолюбие, потом вот я и говорил, что его показывали богатым людям, так вот, ему приходилось в день давать несколько концертов по 2-3 часа. Ну, представляете, ребёнку, которому 6 лет, даёт несколько концертов по 3 часа. Сейчас защита прав потребителей, ещё кто-нибудь скажет, вы что, ребёнка с ребёнком, что делаете? Сейчас он у массы умрёт вообще, тут же на месте. Вот, ну, тогда были другие взгляды немножко на жизнь. И кто чем богат, тот тем и делится, как в одной притче сказано было. Ну, хорошо, вот про Моцарта. Ну, кстати, он при этом нос не задирал. Очень любил подшучивать. И когда к нему подошёл один приятель и сказал, что вот такой был Гайден, ну, кто слышал, известный композитор, тоже великий представитель венской школы, направление. Я как Гайден не могу сыграть и даже не хочу. А Моцарт на это ответил. Ты знаешь, и я тоже не могу так же сыграть. И в наших головах даже не может родиться таких прелестнейших мелодий, вот, в этом смысле, что он уважал достойных людей тоже. А то, знаете, сейчас я столкнулся с таким моментом, как, ну, я был в Финляндии тоже по обмену студентами. То есть я с финскими студентами проходил, ну, какой-то курс обучения, летний практик, пленэр. Вот. И когда ко мне подходили студенты, финны, ну, мы, конечно, плохо очень общались, потому что английский я знаю плохо. Но все равно мы друг друга немножко понимали. И они показывали какой-нибудь, допустим, институт в Лахте. А вот этот, посмотри, работа. Это лучший живописец в нашей Финляндии. Ко следующей подходим. Это лучший рисовальщик в нашей Финляндии. Или чуть ли не во всем мире. А это лучший вот этот. А потом меня спрашивают, а вы лучший? Это так с подвохом вопрос, да? То есть понимаете, дело в чем? Когда человек уже считает себя лучшим и говорит о себе так, у него прекращается рост его творческой деятельности. Потому что, ну, ты лучший, зачем тебе быть еще лучше? Ты и так лучше всех. Понятно, да? Поэтому, конечно, в этом смысле Микеланджело Буанаротти, которого вы, наверное, все знаете, гениальный рисовальщик, когда ему было уже почти 90 лет, он сказал, вот-вот, кажется, я начал понимать, как надо рисовать. Вот еще чуть-чуть. А уже и так все уже знали, что он гений, конечно, и рисует гениально. А он еще чуть-чуть, кажется, я понял. И даже хотел книгу издать по анатомическому рисунку. Жалко, что, конечно, не издал. Сейчас студенты у нас мучаются, бедные. Они не могут ни глаза, ни руки, ничего не нарисовать. Так, значит, это такой момент, да, про гениальность. Некоторые примеры из жизни. Вот, допустим, в продолжении уже на художественную тему сохранились трактаты Альбрехта Дюрера, великого гениального немецкого художника. Кто помнит апокалипсис его? Кто-нибудь помнит? Четыре всадника на конях. Так вот, он говорил. И тогда вообще были такие требования к художникам. Ну, это было начало 16 века, конец 15. То есть 1490-е годы и начало 1500-х. Ну, чтобы так на русский язык перевести. Вот, он говорил. Перспективно брать тех мальчиков и художников будущих, которые, во-первых, обеспечены, ну, чтобы они не думали, как им пропитать, семью свою прокормить или еще что-то, не отвлекались на это. Потом, чтобы имели страх Божий. Ну, что такое, наверное, уже сейчас не знает никто, что это такое страх Божий. Но это имеется в виду, что ты не делал в злых поступках. Ну, допустим, не отвлекался на девушек. Ну, такой раньше, знаете. Сейчас это в американских фильмах показывают. Вот бабник, он такой модный и крутой. А раньше читалось, конечно, плохо, камнями побьют и убьют. Поэтому по женщинам не ходить. Отвлекается слишком сильно художник. Ну, это и сейчас современные художники вам, старые мастера, скажут. Художник должен не есть, не спать, только рисовать. Ну, есть такое мнение. И, ну, с детства это все нужно заниматься. Вот это еще третий такой момент, который Альберт Дюрер упоминает. Но вы уже и поняли, что Моцарт возраст трех лет занимался, а Гайден вышел помен. Его в пять лет родители отправили вообще в другой город. В капеллу для юношей. Чтобы он там развивался, увидев тоже какой-то талант в нем. Хотя сами родители, они на самом деле тоже пели. И, ну, таком на любительском, в принципе, хорошем уровне. Сами пели, и кто-то на чем-то играл. Ну, конечно, просто так не бывает. Генная память тоже имеет значение. Как один американский современный композитор сказал, что мне очень многие мелодии кажутся знакомыми. И когда он спрашивал маму, почему это такое происходит, а мама была в то время виолончелисткой и была беременна. И вот он эти мелодии все воспроизводил, будучи, ну, как бы, вот уже взрослым человеком, он их помнил. Есть такая память, понимаете? Еще ребенок в утробе, он уже что-то воспринимает, какие-то звуки, информацию. Так, ну, по поводу нашей современности. Сейчас плавно перейдем, я буду картинки показывать. Что-то я долго, да, вот. То не могу ничего сказать, то не остановить, да. Но он дирижер хором, так если правильно сказать. Хоровое дирижирование отделение закончил. Вот так. Значит, вот плавно перейдем более к насущным проблемам. Немножко так абстрактно о гениях поговорили. Теперь посмотрим кое-какие картинки. Так, сейчас я посмотрю, тут где у меня. Так, мастер-класс. Вот здесь. Начнем со следующего. Есть такое понятие бионика. Ну, может быть, из вас многие слышали об этом. Бионика – это такая наука, которая изучает живые существа, как у них работает организм, их возможности, их внешний вид, и применяет это на практике, ну, допустим, в военных целях. Первым пионером, таким биоником считается Леонардо да Винчи, который сказал, вот тут важная информация, что любой гений, неважно в какой области, всему учится у природы, именно учится у природы. Если вы хотите поспорить, я буду все равно слушать Леонардо да Винчи, потому что он великий ученый. Так, и продолжив эту мысль, вот бионика, она изучает вот эти явления. И сейчас я приведу примеры некоторые. Вот вы знаете, когда изучали вертолет, ну, сделали вертолет, так скажем, долго не получалось, чтобы он зависал в воздухе на месте. И потом вот один какой-то ученый, долго размышляя, понял, что надо на концах лопастей сделать утолщение. Ну, то есть, тут, конечно, не видно, но лопасти, они становятся шире и тяжелее. И вдруг он, этот вертолет стал управляемым. Вот, благодаря этому. А потом люди позже узнали, что, оказывается, трекоза давно эти проблемы решила. И если бы они посмотрели на нее хорошенько, то, конечно бы, это открытие они сделали раньше с вертолетом. Вот, ну, это ладно, так. Дальше. Ну, бионика помогает, конечно, и людям жить лучше. Вот даже, как бы, такие устройства производятся, которые помогают людям в жизни. Ну, понятно, изучается строение костей, как действует. И человек пытается воссоздать все эти органы, которые нужны человеку. Ну, вы знаете, сердце есть уже искусственное. Так, ну, вот, марка автомобилей есть такая, Mercedes-Benz, вы знаете все. Так вот, они 10 машин в своей серии сделали, глядя на какие-то, ну, природные формы, так сказать. Вот, в данном случае это рыбка. Вот, и вот одна из таких моделей машин уже существует. Но понятно, что дизайнер – это не Господь Бог. У него бывают неудачи, бывают творческие успехи. Поэтому я готов согласиться, что здесь все не очень удачно решено. И даже, ну, вот мне, конечно, не скромно так говорить, но я бы еще кое-что добавил. Так, ну, понятно, присосочки давно уже изобретены, глядя на щупальца осьминогов. И, в общем-то, все наши ученые современные, они об этом задумываются и черпают вдохновение у матушки природы. Ну, есть даже такие энтузиасты. Он сам лично собрал такую подводную лодку, которая над водой может плавать, и под водой, изучая вот дельфинов, форму дельфинов. Ну, вот это та же самая машинка, которую вы сейчас видели. Ну, тут вид другой немножко. Так, ну, такой хороший пример. Вы знаете, что когти хищных птиц хватают добычу так, что из нее больше уже никто не может выскользнуть. Ни зайчик, ни мышка, никто. И этим тоже воспользовались люди. И вот теперь такие когти, которые мусор хватают и перемещают, уже есть. Почему эту картинку оставил? Такой самолет Брайана Аллена. Брайан Аллен такой известный, ну, великий спортсмен, велосипедист на самом деле. Там вот велосипеды не зря едут. Дело в том, что это единственный человек, которому удалось поднять самолет силой собственных ног. То есть там нет никакого мотора. Он крутил педали, ну, сам создал эту модель, которая сделана из полиэтилена, из пакетов, ну, и еще каких-то там таких материалов легких. Алюминий там, деревянный каркас. То есть это единственный человек, которому это удалось. Всю жизнь человечество пыталось взлететь, вы, наверное, все знаете. И первый такой вот известный это Леонардо да Винчи, который на птиц смотрел и пытался изобрести летательный аппарат. Ну, у него, конечно, не получилось. Было много чего еще надо было изучить в физике и химии. Так, ага. Ну, вкратце, чтобы еще яснее у нас картинка была, уже на своих словах расскажу, что современные ученые, они изучают сейчас очень плотно дельфинов. В каком плане? Вот, допустим, кожа у дельфинов имеет такие свойства, водоотталкивающие даже немножко, которые помогают дельфину двигаться в воде гораздо быстрее. То есть сопротивляемость воды падает. И сейчас ученые изобрели похожий материал, то есть они изучали этих дельфинов, изобрели похожий материал, которыми сейчас обшивают подводные лодки. Это позволяет лодке двигаться на 15-20% быстрее, то есть это революция в этом смысле. То есть понимаете, да? Ученые не могут без живой природы. Или другой интересный пример. Вот летучих мышей вы тоже знаете, что изучают, потому что они обладают даром эхолокации. Низкочастотные, высокочастотные, вернее, звуки посылают. Отражение этих звуков они принимают, мозг их обрабатывает. Так вот, летучие мыши могут нормально ориентироваться в окружающей среде и принимать полезные сигналы, когда уровень шума превышает в 2-3 раза полезный сигнал. Сейчас современные военные эхолокации, эхолокационные приборы, которые вы знаете, самолеты могут обнаружить и много чего другое, они еще на это не способны. То есть пока все наши достижения, которые есть, и кажется, что мы превзошли саму матушку природу, это все на самом деле бред. Даже летучая мышь, у нее эхолокационный прибор гораздо лучше, чем делают сейчас ученые пока что. Не могут достичь этого, вот изучают. Понятно, да, такая общая идея сейчас ясна, что любой гений учится всему природу. Вот, теперь ближе уже к вашему какому-то, наверное, к вашему творчеству. Теперь я покажу картинки и, может быть, даже вас спрошу, вот это, как думаете, что это такое? Кто-нибудь знает, что это такое? Ну, сейчас вы увидите, я следующий кадр покажу. Это снежинки. Да, вот они в увеличенном виде так, да? Ну, под много тысяч раз увеличенный микроскоп сейчас позволяет. А это уже более мелкого размера. Но дело в том, что, ну, любая снежинка, она настолько красива, что вот, если сравнивать, и я ходил по магазинам, где вышивки продают, еще что-то такое. Ну, конечно, близко там нет ничего такого красивого. То есть, ну, пока человек, он тоже, ну, вы знаете, это уже морозные узоры такие. Интересные. Узоры, ну, узоры почему показывают? Потому что в дизайне это очень распространенный момент, да? Узор, фактура, поверхность, она должна играть, она должна ритмоваться, она должна быть разной. Поэтому вот показываю. Это журнал National Geographic. Каждый в своем номере по одной фотографии, ну, как сказать, печатал. Такая интересная форма семечка. Или вот это пузырики. Идешь, представляете, по воде. А там нам на сколько-то метров вниз такая фактура небывалая. Ну, это, понятно, дерево. Что за фактура? Есть у нас биологи? Нет, не чешуя. Нет, не пас... Так, давайте дальше посмотрим. Здесь что интересного? Что интересного? Об этом вообще должен знать каждый художник. Неважно он дизайнер или живописец, или график, или даже каллиграф. Что в композиции все выстроено на контрастах. В каком смысле? Есть разные понятия. Контраст масс, допустим. Ну, допустим, крупный предмет. Вот я вам показываю. Крупный. И какая-то мелочь вокруг. И это ритмуется причем, да? Крупный предмет, мелочь. Контраст масс. Крупные массы, мелкие. Что напоминает? Я всегда своим ученикам, вот некоторые тут уже присутствуют, поют, поют, поют песенку Моцарта. Знаете, такая мелодия. Та-да-да-да. А потом. Та-да-да-да. А потом мелодия другая. Та-да-да-да-да. Так вот это. Представляете? Та-да-да-да. А потом. Та-да-да-да. И начинается. Та-да-да-да-да-да. То есть есть взаимосвязь вообще. Танцы, живопись, музыка. Все это называется искусством. Искусством все называется. Кстати, это вопрос. А почему это искусством называется? А почему не искусством математики? Или химии? Или физик? Ведь хорошие вещи. Вот, может быть, из вас кто-нибудь задумался на эту тему. Почему мы с вами занимаемся искусством, а остальные не занимаются математикой, физикой? Химики. Я не отвечу. Я подожду. Так. Ну, снежинка, да, еще тоже увеличенная. Там, видите, шерсть красная. Морозные узоры, конечно. Я не нашел тех, которые мне очень понравились. То есть такие были. Но какие нашел, такие нашел. К нашему мастер-классу. Вот National Geographic. Такие картинки. Печатал в своем журнале. Каждый раз. Фактура грибов. Тоже есть своеобразная ритмика. Разные формы перемежаются. То есть есть контраст масс, да, а есть контраст форм. Что это значит? Вот, смотри. Округлая форма гриба. И вот такие линии, которые задают то ли прямоугольники, то ли... То есть совершенно другую фактуру задают. А тут еще и треугольные есть. Вы видите, да? Хорошо, крупно показывает, да? И контраст форм тоже. На этом держится вся композиция. Контраст фактур, контраст масс, контраст форм. Ну, кто знает, что такое? Грибы. Да. Так, угадайте тоже, да. Давайте угадайку играть. Нет. Гусеница. Понятно, что это такое, нет? Отражение от воды. Вода тоже нарисовала на стенке, нарисовала, да? На скале. Ну, понятно, живая природа. Лучше художника, конечно, нет. И сейчас в продолжении этой темы... Ну, я еще покажу вам некоторые картинки. Я покажу вам работы Карла Блосфельда. Такой интересный фотохудожник был. Жил. В свое время. Так. Ну, понятно, вы уже знаете, что это такое, да? Если анализировать форму, тоже контраст форм, контраст масс, контраст... Все выстроено на контрастах. Ну, вот интересный, да, такой тоже. Фигура такая, мне вот понравился. Понравился. Рисует вода. Недавно шел на работу. В луже увидел даже еще лучше. Еще лучше картинку. Сам себе не поверил, раньше не смотрел. Так. Фактура. Ну, что за фактура? Гранит. Это, кстати, фотография была... Ну, она получила первое место, как лучший узор, навеянный самой природой. Ну, был такой конкурс. Вот. И поэтому тут все, все есть, тоже все контрасты, композиции. И даже ритмика сложная. Не такая, как сейчас. Вы знаете, молодежь очень любит наушники. И там практически даже из наушников вылетает. Тутс, 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 тутс. А здесь сложнее. Смотрите, тут, тутс, тутс. А потом перерыв. Тутс, 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 тутс. Что напоминает? Опять же, Моцарта напоминает. Не напоминает наших современных художников. Я в кавычках беру современные, об этом можно долго говорить, кто такой современный. Понимаете? Если принять, что выше художественной формы нет, чем навеянной самой природой, то все становится ясно в наших головах. Тоже вот такая интересная фактура, да? Фантастическая. Хотя планета Земля, она еще не исследована досконально. Перья. Текстура перьев написана, да? Ракушечки. Тоже своеобразная ритмика, да? Ритмика. Я эту картинку просто сохранил. Макросъемка. Но это стрекоза. Дело в том, что сейчас современные такие дизайнеры, они делают, вы знаете, магнитолы такие похожие. А уже вот эта стрекоза, это много тысяч лет назад уже летала. Магнитола, который сейчас изобрели. Так. Ну, вы видите, лошадочка там, да? Следы на льду. Вот фактура. Рисует природу. Ну, мне понравилась звезда, конечно. Не сказать, что в природе нет правильных форм, да? То есть вот вообще пятиконечная звезда, она как правильной формы. Кстати, ритмуется, да? Серединка и сама звезда. Есть ритм, да? Вот. Поэтому я просто остановился, потому что в дальнейшем еще мы об этом будем говорить. Ну, все узнали, наверное, что это такое. Так. Ну, на кактус похоже, так? Ракушечка. Кораллы. Вот эта фактура, по которой лошадка ходила, вы видели сейчас. Ну, такая фантастическая. Вот National Geographic. Отразились журавли и сритмовались, как узор. Да? Верхний, нижний узор. Геометрическая какая-то форма получается такая. Правильно. Ну, снежинка. Снежинка увеличена во много раз. Так. Разные фактуры. Опять же, тут тоже мне понравилась такая фактура. Вы знаете, вот я вспоминаю, встретил одну искусствоведа, или правильно сказать, искусствоведшу, если так можно выразиться. И она говорит, вы знаете, когда я вот об этой теме начал говорить, а я знаю такую историю. Вот в Рубель шел по мосту в Санкт-Петербурге, вы знаете, он учился тоже в Академии художеств имени Репина. И считался одним из лучших рисовальщиков во всей Академии. Ну, не первый, но второе место он занимал. Вот. Так вот, когда в Рубель шел со своими учениками, он показал туда, на лед, на ледоход. Говорит, вы знаете, вот здесь есть все. Больше ничего художнику не надо. Отсюда его стиль рубленый, помните вы? Рубленый стиль в Рубель. Так. Гений тоже у природы учился. Так. Ну, фактура красивая, необычная. 39. Времени мало, конечно. Похоже, мастер-класса не будет. Наоборот, он мастер-класс уже. Да? Да. Да? Ну, сейчас ускоряюсь. Так, ускоряюсь. Фактура перьев птиц, березки, рыбки. Мы на это можем посмотреть на интернет. Да, это, ну, ведь знаете, как тяжело открыть интернет. Так, посмотреть. Так. Дело в том, что фотограф такой есть, Эрни Баттон, он фотографировал односолодовые шотландские виски, которые оседал на дне стакана. И вот такие формы получились. Вот. Вот это чешуя, кстати. Уже теперь не будете отгадывать. Все. Теперь. Так, срочно надо ускоряться. Так. Если бы еще я умел пользоваться. Нормально. Так. Нашел. Так. Теперь. Дизайн интерьера. Известный. Архитектор. Вы уже, наверное, должны его сто раз знать. Антонио Гауди. В Барселоне жил. Творил в Испании. Тоже черпал вдохновение. Тоже есть аналогичные формы есть в природе. Ну, это понятно. Это уже детский сад, но все равно стараются дизайнеры. Так. Вот внутреннее убранство того домика, который вы видели с самого начала. Ну, как грибочек. Видите, грибочек. Так. Камин, да? Вот этот стол мне понравился. И вы знаете, что мне нравится? Я бы хотел, чтобы оно у меня было дома. Так вот, мне нравится очень мало чего. Но вот это мне понравилось. Еще попозже расскажу, почему. Ну, понятно. Вот черпали вдохновение. Рога там этих. КРС. И так далее. Так. Ну, современные дизайнерские штучки. Тут слева интересные фактуры. Черпают вдохновение, конечно. Пытаются. Не всегда получается хорошо. Потому что человек, он тоже по-разному воспринимает окружающий мир. Ну, вот это кресло, да. Змея. Ну, самый известный, можно сейчас сказать. В интернете бьет рекорды. Так. Сад. Тут, значит, живая, живая, живая. Живой мох. Настоящий. Так. Изгороди. Человек хочет, хочет стремиться к этому. Лестница в соборе Саграда де Фамилия. Антонио Гауди, архитектор. Ну, великий человек. Опять Антонио Гауди. Соты. Кто любит мед. Так. Вот это тот самый стол, который мне понравился. Теперь понятно, почему он мне нравится. Это вид сверху. Пытается, ищет. Ну, как будто подушки, камни, да. Медузы, да, как светильники. Ну, неплохо, неплохо. Вот тут, кстати, художник неплохо поработал. Сам собор Саграда де Фамилия. Оказываешься, как будто в большом лесу, как, ну, как, знаете, сейчас в современных фильмах. Дорогая, я уменьшил своих детей. Есть такой фильм. Вот, знаете. Очень хотелось тоже вот упомянуть такого великого архитектора. Вот его мало кто знает из нас, я так понял. Кен Келлок. Кен Келлок. Американский. Так вот, чем интересен. Он тоже черпал вдохновение. Он вписывал в ландшафт архитектурные формы. И он считал, что ни одной правильной формы не должно быть вообще в архитектуре. Я с ним согласен частично. Поэтому вы не пугайтесь. Так, что ни одной правильной формы не должно быть. Так, это, значит, тот самый бегемотик. Ну, пытаются тоже там цветочек, что-то такое увидеть. Подвешивают в комнате. Вот этот Кен Келлок. Опять тот же самый. Ну, здорово. Вот мне это понравилось, конечно. Есть тут ритмика определенная. Так, значит, еще больше ускоряемся. У вас время не стоит. Ну, ладно. Так, приступаем к мастер-классу. Дело в том, что я преподаю, также веду кружок каллиграфии. Есть такой вид искусства. Что такое каллиграфия? Это умение не только красиво писать буквы. Ну, допустим, вот, ну, понятно, я сидел, было делать нечего. Я уже взял, просто захватил. Не просто красиво писать буквы, да? Ну, или с другой стороны там, да? А умение создания образа и композиции как таковой. То есть композиция тоже решает эти вопросы, создает картины. Вот наши студенты, работы наших студентов. Есть троечные, есть отличники. Ну, это, так скажем, не выдающийся результат, но есть образ. Вот, да, но это не совсем каллиграфия, буквы рисованные, но все же. Проходим, да. Такой вариант, да. Ну, это уже художественное училище вообще дело. Некоторые тут заканчивались во снах. Ну, в шесть двоек поставил. Не выдержу. Так, значит, это уже институт. Первый курс, вот ознакомительная работа такая. С Унцау, шрифт Унцау. Училище художественное, образ, шрифт. Капиталис квадрата, шрифт древний, римский. Тоже такая работа с этим. Тут очень тоже интересная идея. Знаете, тоже шрифт. И, ну, там есть надпись со смыслом такая, что каждый человек в начале своей жизни выбирает свой путь. Решает, кем ему быть, кому служить, дьяволу или богу там, да. Такая работа. С уставом. Это кириллица, шрифт. Сейчас вот как раз проходит студент у нас. Ну, такой образ взят из Библии червей. Есть такая Библия червей, так она называется. Вот это узор, в принципе, они оттуда, как почерпал студент, оттуда узор. Так вот. Каллиграфия. Конечно, времени совсем не остается, но очень важно сказать. Тогда я буду рисовать и рассказывать. Давайте так. Так, возьму. Каллиграфия, она забытое искусство. В 1917 году, после революции, ну, кстати, вот тут есть мои работы, я тоже сидел, показывал студентам. Как студентам говорю? Моим ученикам вообще. Работа вот. Не видно, да? Понятно, сделано без линейки. То есть, так скажем, что это незавершенная модель. Как бы, получается, эскиз. Понимаете? Художник сидел, у него родилась идея, он тут же записал, как Моцарт. Он говорит, в моей голове я не успеваю записывать мелодию, у меня все рождается. Вот. Так. Значит, ну, такая работа есть. Уже более сложный там. Ну, такой ангел, образ ангела. Мы там решали тоже такие проблемы. Образы. Вот. Значит, каллиграфии в 1917 году, после революции, отменили. Посчитали, что это буржуазное искусство для богатых. То есть, мы с вами, ребята, недостойны. Так, ну, понятно. Конечно, это были предрассудки. И те материалы по каллиграфии, которые были, которые были, они были засекречены. Представляете, настолько не понравилась каллиграфия. Хотя вот сейчас, ну, я показывал работы, да, вам. Вот. И свои, в том числе. Ну, так. Так, конечно, ну, вы еще увидите, там одна есть, висит на выставке. Так вот. Самые простые правила каллиграфии – это умение, прежде всего, двигаться. Как это ни странно. Сейчас все сидят, правая рука на парте, и вот так начинает. А еще и вот так бывает. Вот. Поэтому, конечно, раньше били за это. Бах тебе. Ты что делаешь? Спина кривая будет и так далее. Так вот. Это умение двигать рукой. Каллиграфия, оказывается, рисует всем телом. То есть, если вы японских мастеров посмотрите, кунг-фу. Знаете, вот это? Оказывается, вот каллиграфия тоже самая. Все. Вот. Умение двигать телом. Работает лопатка. Все работает. Конечно, каллиграфия, если брать не линию, она основывается вот так. Тонкая линия, толстая. Если я не изменяю угла, ну сейчас я взял 45 градусов относительно вот этого, да? 45 градусов. То тогда, получается, линия оживает. Появляется такое понятие. Живая линия. Каллиграфия – это искусство, в том числе и живой линии. Но потом можно поставить, да, вот эти. Это будет буковка А. Для начала, да? Искусство живой линии. Линия дышит. Как человек. Вот. Значит, ну сейчас что-нибудь посложнее сообразим. Вот. Есть шрифты по-разному. Ну, начинались. Был такой шрифт Рустика. Многим он нравится. Допустим, у вас как зовут? Кристина. Кристина. Вот. Напишем. Не изменяю угла. Угол 60 градусов. Может не поместиться. Ну, понятно, надо сохранять промежутки, межбуквенные пробелы. Все это занимается искусством шрифта. Вот. Так. Примерно такой шрифт. У нас времени мало. Ну, что-нибудь более творческое. Давайте размышлять на эту тему. Потом шрифты, они шли. Появились более округлые формы. Поэтому Кристину можно было уже писать как-нибудь, допустим, вот так. Немножко меняется. Под влиянием Востока Римской империи уже упадок начался как раз к этому времени. И теперь, после этого возникает уже множество направлений разных шрифтовых. Но интересный такой момент — это итальянский шрифт. Теперь попробуем создать уже композицию. Композицию итальянского шрифта. Композицию итальянского шрифта. Сейчас, для начала. Так, возьмем красненький шрифт. Цвет. Ну, вы знаете, что в цветоедине есть такая наука, которая изучает взаимодействие цветов. Так вот. Ну, к зелененькому красненький, да. Поэтому. Так. Кисточку поменьше. Ну, вы знаете, в фикс-прайсе продаются по 43 рубля кисточки. Сразу 4 штуки. Можно писать. Вот. Сейчас у меня студенты. Я спрашиваю, а вы откуда знаете? А мы вот с вами догадались. Так. Значит, линия живая. Чувствуете, да? Она дышит. И когда это происходит, появляется 3D эффект. То есть, что значит? Вот вы все знаете. Сейчас покажу картинку. Так. Тут надо показать все-таки. Так. Так-так-так-так-так. Куда-то. Ну, ладно. Значит, не пойдет. Пока долго искать. Так вот. Живая линия, она пульсирует, мерцает. Поэтому появилось английское круглое письмо. Тонкая линия. Толстая. Тоненькая. Толстая. Тоненькая. Толстая. Диктовалось это пером. Но я пишу кистью, да? Так вот. Если делать эти упражнения. И в перспективе, вы знаете, кстати, про живую линию еще дополню. Вы знаете, вот если линия сначала толстая, как в линейно-пространственной перспективе, а потом тоньше. Вот. Тогда получается пространственный момент. То есть вот это кажется ближе, а то дальше. Ну, вот это место. Пространственный момент. Поэтому, когда каллиграфией занимаешься, развивается воображение. Вот мне президент Национального союза каллиграфа России Петр Петрович рассказывал. Ребенку композицию задали, а он же настолько у него воображение разыграл, что говорит, а вы как хотите, чтобы я это сверху нарисовал улицу, или сбоку, или снизу, из-под земли? Он уже может. Вот. Пространством управлять. Так, сейчас я буду макать уже, да? Так. Значит, надо перевернуть. Вот эта живая линия, она, конечно, в шрифтах используется. Вот и мастер-класс, который вы видели там. Вот я это писал. То есть от руки. Кто этот, можете не сомневаться. И вообще, когда, ну, Петр Петрович, это самый президент Национального союза каллиграфа России, он, как сказать, ну, вообще, мастер, конечно, и основатель школы-центра каллиграфии. Вот. Ну, сейчас напишем что-нибудь, конечно, низковато, но сверху напишем. Линия пульсирует, мерцает. Можно использовать в английском круглом письме. Есть такие упражнения, которые, конечно, я бы хотел, чтобы вы все это попробовали, но времени у нас не хватило. Вот. Есть такие специальные упражнения, которые развивают, ну, вообще, человека. Вы знаете, что по шрифтам, то есть по вашему почерку, можно рассказать какой-то человек, о его характере. Вот. Ну, есть такие науки почерковедения. Вот субмедэксперты, допустим, могут определить уровень образования даже, кто это писал. Пол, возраст приблизительный, возраст приблизительный уже, но пол точно, стопроцентно определяется. Поэтому все выражается через руку здесь. Все выражается. Поэтому, когда ты занимаешься этим искусством, вот графологи говорят, есть такие специальные курсы, по коррекции своего поведения и вообще каких-то своих недостатков. Вот у тебя чего-то не хватает в твоем характере, а вот ты будешь заниматься, оказывается, изменишь. Человека меняет каллиграфия. Поэтому древние заметили, сколько раз ты букву оттачиваешь, столько раз буква оттачивает тебя. Вот. Поэтому каллиграфия считалась на Руси, древней Руси, лекарство от дураков. А сейчас ее запретили. И понимаете, чем это грозит теперь, да? Так. Ну, марта. Гармоническую кривую хочу показать. Дело в том, что существует линия живая, и поэтому... Ну, вот тут она частично уже есть живая линия. Имеется в виду, вот такие упражнения предлагаются. Эх, кисть-то уже не хочет работать. Некоторые из моих учеников здесь присутствующие, даже знают, как это делать. Вот. Это называется гармоническая кривая. Есть ее аналоги. Сейчас вот расскажу. Вот. Так, допустим, вот тут. Раз. Два. Три. Вот там можно еще добавить было. Да? Живая линия, она мерцает. Оказывается, вот эти витки, которые есть. Сейчас ученые изучают космос. Описывают, допустим, Юпитер или Венера. Оказывается, это есть. Вот. Фух, так. Сейчас так уже звонят. Так, не могу. После этого можно, конечно, усложнять. Вот это упражнение усложнять. Поэтому, ну, каллиграфия она развивает. Во-первых, трудолюбие, концентрацию внимания, усидчивость, мышление, память. Ну, как, знаете, Моцарт один раз. Ну, сейчас я буду показывать и сразу. Все, да? Ну, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ